Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с нуля. Сегодня наше 78 занятие, и мы поговорим о маленьких, но очень-очень важных словах. Но прежде чем начать, друзья, если вы смотрите мой канал, и если видео мои для вас действительно полезны, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. А мы с вами начинаем. Итак, первое слово, которое мы разбираем, это слово «кенди». Переводится это слово двояко – «сам», а также «свой», «собственный». Тема эта крайне простая, но, тем не менее, у многих она вызывает вопросы и даже путаницу не только у начинающих, но и у людей, которые довольно неплохо уже говорят на турецком, почему-то возникают с этим словом проблемы. Поэтому сегодня мы подробно это разбираем. Итак, начнем со значения «свой», «личный», «собственный». В таком значении слово «кенди» у нас не спрягается и вообще никак, в принципе, не изменяется. Мало того, оно не так часто употребимо, как в русском языке. То есть турки предпочитают пользоваться самыми обычными притяжательными местоимениями и при помощи показывать, кому принадлежит предмет. Ну вот, смотрите сами. Как мы видим, слово «кенди» вообще никак не изменяется. стоит себе в серединочке, а работает обычное притяжательное спряжение, к которому мы привыкли. Так вот, как я и сказала, в таких конструкциях слово «кенди» является по большому счету факультативным и несет только эмоционально-выделительное значение. То есть турки его употребляют тогда, когда нужно подчеркнуть, что это непременно вот ваш личный, собственный предмет. А так, по большому счету, можно обойтись и без него. В русском языке мы употребляем слово «свой» гораздо чаще. Давайте посмотрим на такие предложения. Я взяла свою сумку и ушла. Она взяла свою сумку и ушла. Мы взяли свои сумки и ушли. Само собой, в этих случаях мы тоже можем, как и турки, пользоваться просто притяжательными местоимениями. Я взяла мою сумку и ушла. Мы взяли наши сумки и ушли. То есть здесь наши или свои, мой или свою, мою или свою. Здесь разницы не будет. Но обратите, пожалуйста, внимание, как ведет себя третье лицо. Если мы не будем в русском языке употреблять слово «свой» для третьего лица, у нас получится следующее. Она взяла ее сумку и ушла. То есть выходит, она взяла не свою собственную сумку, а наоборот взяла сумку, которая принадлежит абсолютно другому человеку. И вот здесь, в третьем лице, в русском языке неправильно употреблять слово «её». Мы говорим слово «свою» обязательно. В турецком языке это никого не смущает. В турецком языке продолжаем использовать притяжательные местоимения третьего лица и можем спокойно игнорировать слово «кэнди». А можем сказать «бэн чантамэ алдым вегеттим». Разницы ноль. «О кэнди чантасыны ауды вегетти» или «О чантасыны ауды вегетти». Здесь вот эта двоякость, она может быть, но если там окажется, что это была чья-то еще сумка, тогда придет на помощь местоимение еще одно. То есть по контексту будет видно, что это не ее личная сумка, а чья-то другая. Еще раз, слово «кэнди» здесь абсолютно не несет в себе никакого-то необходимого смысла. Хотите – ставите, хотите – нет. Ну, как всегда, посмотрим на примеры. «Бэн бугён кэнди о дандаутурдум». Я весь день просидела в своей комнате. «Хайеш, о такси данди кэнди арабастандан инди бэн гэрдюм». «Нет, он вышел не из такси, а из собственной машины. Я это видел». Вот в таком примере, в таком ключе слово «кэнди» не будет факультативным. Оно будет очень даже важным и полезным. С помощью этого слова мы подчеркиваем, что это была не машина, на которой подвезли, а он пришел, именно приехал на своей собственной личной машине. И здесь, да, «кэнди» акцентирует на себе внимание. «Бэн кэнди уль кэмэ дюн ёрдум, я тэш». «Хватит, я возвращаюсь в свою страну». Можно кэнди не употреблять. «Бэн уль кэмэ дюн ёрдум, я тэш». Ну, это было легко, несложно. Мы переходим ко второй части, которая вызывает гораздо больше сложностей и вопросов. Слово «кэнди» в значении «сам» – самостоятельно. В этом значении «кэнди» спрягается по лицам и по числам. Обязательно, неприметно, без всяких вопросов. Просто слово «кэнди» в таком случае оставить нельзя. «Бэн кэндим» – я сама. «Сэн кэндин» – ты сам. «О кэндиси» – он сам. «Бис кэндимис» – мы сами. «Сис кэндинис» – вы сами. «Он лар кэндилэш» – они сами. Примеры. «Бэн буну кэндим ёрдмакэ стёром». «Я хочу сделать это сам». «Я сам» – это притяжательное первого лица. Поэтому слово «кэнди» получает притяжательное окончание. То есть оно спрягается как самое обычное существительное. Никаких особенностей, тонкостей здесь нет. «Бис буеми кэндимис ябтык». «Мы приготовили это блюдо сами». «Мы» – притяжательное местоимение для первого лица множественного числа. К слову «кэнди» добавляем «мис». Получили «кэндимис». «Сэн кэндин эфь эдвини яб малысан». «Ты должен выполнить домашнее задание сам». «Кэндин» – ты сам. В предложениях такого вида личное местоимение становится вдвойне факультативным, так как его видно при этом и в самом изменившемся слове «кэнди», и в окончании глагола. Смотрите. «Бэн бурэсми кэндим чездим». У вас буковка «м». И в глаголе «чездим» видно, что это «я». И «кэндим» – лично «я сам». Поэтому говорить «бэн» в начале предложения такого абсолютно не имеет никакого смысла. Получается, масло масляное и турки в таких предложениях подлежащего избегают, если это местоимение. «Бурэсми кэндим чездим» – скажет человек. Я нарисовал этот рисунок сам. Важно помнить еще одну очень важную особенность. К слову «сам кэнди» замечательно добавляются любые падежи, абсолютно любые падежи можно добавить к этой конструкции. Исходный падеж. «Бэн кэндим ден утаньюрум». Я стыжусь саму себя. Мне за себя стыдно. Глагол «утанмак» употребляется с исходным падежом «стыдиться от чего-то» или «от кого-то». Поэтому речь идет обо мне. «Кэнди» добавляет букву «эмм» – «кэндим». И поэтому «кэндим ден утаньюрум» – «от чего» идет управление от глагола «утанмак». Творительный падеж. «О кэнди си ля кунущешь» – «он говорит сам с собой». «Кимин ля кунущешься» – «с кем ты разговариваешь». А здесь мы говорим, что он говорит сам с собой. Вот это «кэнди» получила окончание третьего лица. «Кэнди си» и добавляет творительный падеж. Мы помним, что «иле» он особенный, и к третьему лицу он добавляется без промежуточной буквы «н». Потому что это неполноценный падеж, скажем так, условный падеж. Местный падеж. «Кэндин де некалэмварь» – «хэрши унутун». У тебя у самого нет ни ручки, ни тетради. Ты абсолютно все забыл. Мы знаем, что местный падеж употребляется в тех случаях, когда мы говорим о предмете «здесь и сейчас». У меня есть с собой. Вот сейчас я могу всем это продемонстрировать. Или у меня нету на данный момент. Вот сейчас я не могу использовать эти предметы. В таких случаях употребляется именно местный падеж, не родительный. «Кэнди нде» добавляем «мэ». Винительный падеж. «Сис кэнди не зигёрдю нюс галеба, урода бир айна ваш». «Вероятно, вы увидели сами себя». Там висит зеркало. То есть человек в коридоре увидел какую-то там тень, испугался. На самом деле мы говорим «вы увидели сами себя». «Сис» – это «вы». Притяжательное местоимение «нис», «кэнди» – «нис». И винительный падеж. «Вы видели кого? Что?» «Видели сами себя». Дательный падеж. «О кэнди сине чок кызды, чунки юне буэдэви хатасыз япамады». Она на себя очень разозлилась, потому что снова не смогла сделать домашнее задание без ошибок. «Злиться на кого?» Направлять свои вот эти чувства агрессии, злости на кого-то – это дательный падеж. Глагол «казмак» управляет дательным падежом. Третье лицо. «Кэнди» добавили «си» окончание. «Н» – буквы промежуточные между третьим лицом и падежом. И добавили необходимый дательный падеж. В предложениях такого типа, но это совсем не обязательно, слово «кэнди» можно произносить дважды. При этом спрягаться будет только второе слово. То есть мы получаем вариации тогда как бы «сам себя», «самому себе», «от самого себя» и так далее. Не просто фигурирует слово «сам», а именно двойное – «сам себя», «сам себе» и так далее. Например, «Вы слишком себя любите», «вы сами себя слишком любите». «Сами себя», «кэнди» – первое слово, осталось неизменным. «Кэнди низ» – это спряжение на «вы». И винительный падеж – любить кого. Вы слишком себя любите и поэтому не слишком-то утруждаете себя, а вам бы нужно работать побольше, например. Вот в такой фразе. Ну и второе слово, о котором мы сегодня разговариваем, условно это одно, а на самом деле целых три слова и даже четыре, это слово «хэп», «хэпси», «бютюн», «хэршей», «хэркес». Это маленькая, очень простая, но очень важная тема и почему-то именно она, опять-таки, вызывает огромную путаницу как у начинающих, так и у продолжающих. Поэтому мы спешим на помощь и разбираемся с этими странными словами. Итак, слова «хэршей» – «всё» – употребляются для вещей. «Хэркес» – «все» – употребляются строго для людей. И мы их используем только тогда, когда за ними, за этими словами не идёт никакого уточнения, не сказано, кто эти «все» и что это «всё». Например, «хэркес» – «гитти» – «все» ушли. Кто ушёл? Абсолютно непонятно. То есть это ясно говорящим из контекста. Вот все, кто были, встали и ушли. Поэтому «хэркес» – «гитти». Второй вариант. «Хэршей» – «битти» – «всё» закончилось. Что закончилось? Не знаю, там уроки, проблемы, какие-то там, я не знаю, обстоятельства сложные. Всё это закончилось, но это одним словом выражено. Просто всё. Не идёт употребление, не идёт уточнение какого-то конкретного слова. Второй вариант. «Биттюн» или «тюн» – это у нас синонимы. Они работают как с одушевлёнными, так и с неодушевлёнными предметами. То есть и для людей, и для вещей. И вместо «хэршей», и вместо «хэркес». Важное отличие вот в чём. За ним, за этим словом непременно идёт уточнение. Идёт определяемое главное слово, о котором идёт речь. Смотрите. «Биттюн чё джуклаш уйду». Все дети уснули. Кто «все» нам известно. Все дети. Как только мы сказали, кто конкретно поставили «биттюн». Никаких «хэршей», никаких «хэркес», никаких «хэп». Ничего этого не надо. «Биттюн проблем биттей». Все проблемы закончились. Что закончились? Проблемы. Все в полном объёме. И всё. Никакой ещё раз здесь путаницы нет. А вот теперь перейдём к слову «хэп» или к слову «хэпси». Потому что его можно переводить так же, как «всё» и как «все». И наравне с «биттюн» его конструкция употребляется в таких же ситуациях. Но здесь будут некоторые принципиальные отличия. Посмотрим на пример. Это наш вариант со словом «биттюн». Если мы хотим употребить слово «хэпси», произойдёт следующее. «Эльмаларын хэпси тазэ». Все эти яблоки свежие. Как мы видим, работать с «биттюн» гораздо проще. Но, если вы хотите использовать «хэпси», предмет, о котором идёт речь, вот то, о чём вы сообщаете, будет стоять на первом месте. На первом. И обязательно в родительном падеже. А после этого вы употребляете слово «хэпси». Получается, как бы из того объёма яблок, которые лежат перед нами, вот из них все свежие. Чуть-чуть другой акцент. Но, в общем, одно и то же. «Биттюн эльмалар тазэ» или «эльмаларын хэпси тазэ». Не путайте правила, порядка слов в этих предложениях. И, пожалуйста, употребляйте их правильно. Ну, и теперь самое главное. У слова «хэп» есть маленькая, но очень важная функция и особенность. Эту функцию ни «биттюн», ни «хэршей», ни «хэркес» заменить не в состоянии. И мы будем употреблять её в сочетании с местоимениями. То есть, «хэппи мисс» – «все мы», «хэппи мисс» – «все вы», и «хэпси» – «все они». Обратите внимание, что в русском языке «они» – это третье лицо, множественное число. Но мы не говорим на турецком «хэпплери», мы говорим «хэпси». Используем третье лицо, единственное число для множественности. Это важно. Как мы видим, слово «хэпп» получает просто-напросто притяжательные местоимения согласно их числу и лицу. И вот в этом и есть его особенность. Когда мы говорим «все мы», «все вы» и «все они», то есть за словом «все» следует одно из этих трёх местоимений, мы употребляем слово «хэпп». Никакие другие варианты здесь неуместны. «Хэппи мисс» – «чок юрлдук» – «все мы очень устали». Эти три формы, так же как и «кэнди», сочетаются прекрасно с любыми падежами. Винительный падеж. «Я всех вас очень люблю». Глагол «сэвмэк» употребляется всегда с винительным падежом. «Всех вас», то есть нам нужны «все вы», «хэппи низ», окончание добавили. И добавили также винительный падеж. Получили «хэппи низе», дательный. «О хэппи мизе хэдье этти» – «он всем нам подарил подарки». «Хэдье этмэк» – «дарить подарки кому» – это дательный падеж. «Всем нам», то есть вот это мы берём опять «хэп», добавляем окончание к «мы», получаем «хэппи мисс». И добавили дательный падеж, получили прекрасное предложение. Исходный падеж. «Хэпсин ден быкты мартэк» – «я от всех от них устал, они мне все надоели». Глагол «быкмак» работает с исходным падежом. Слово «хэпси» – «третье лицо», «они все» и буковка «н» промежуточная, потому что между третьим лицом и падежом мы её всегда ставим. Местный падеж. «Безим хэппи мисс да параварь» – «у нас у всех есть деньги», «у нас у всех есть сейчас при себе», поэтому это местный падеж. «Хэппи низи нещал рыкай болду» – «все ваши вещи исчезли» или «все ваши вещи потерялись». Здесь все вы, хэппи низ, являетесь владельцами вещей. А раз владельцы – значит родительный падеж, значит к вещам добавляем третье лицо и получаем сочетание «хэп» с родительным падежом. То есть, ещё раз, абсолютно любая ситуация, которая подходит здесь, может употребляться. Любые падежи, пожалуйста, пускай вас это не пугает. Само по себе слово «хэпп» тоже можно использовать. Оно используется только перед глаголами и показывает повторяемость, регулярность действия. Например, «О хэп сценисорду» – «Он всё время о тебе спрашивал». То есть, «хэпп» один раз спросил, два раза, три раза, четыре раза. В таком случае, к слову «хэпп» никаких окончаний добавлять не нужно. Показывает на повторяемость действия и глагола, ставится чётко перед глаголом. Ну, а на этом всё. Я очень надеюсь, что эта тема была для вас полезна. Если это было так, не забудьте поставить лайк, ещё разочек попрошу вас об этом. Не забудьте подписаться на мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте, там много всего полезного и интересного. Особенно вы можете там найти для себя презентации. То есть, конспекты моих уроков не в видеоформате, а в формате PowerPoint. И это будет гораздо более удобно для восприятия материала. Подписывайтесь на канал, если вы всё ещё не подписались, чтобы не пропустить новые видео, потому что дальше будет только ещё интереснее. На этом всё. Пока-пока!